всем привет сегодня мы снимаем продолжение так сказать дополнение к видео о перегреве кто его не видел посмотрите обязательно ссылка будет в описании по поводу комментариев прошлом видео о чистоте автомобиля во первых когда вы снимаете бампер или какие-то элементы кузова на чистую это делать мягко говоря туповатенько потому что грязи будет полно а именно вы заляпаете чистый бампер чистой фары возможные крылья просто грязными руками потому что вы будете ковыряться тупо в грязи также и с тормозами в принципе а еще у данного автомобиля есть небольшой нюанс у данного автомобиля сильно нарушена герметичность отсутствует заднее стекло сильно помята крыша поэтому в принципе мыть его сейчас особо нет возможности мыть его понизу глупо потому что здесь будет везде грязь опять же после дождя все это потечет поэтому данный автомобиль в принципе пока не моется пока у нас идет разбирательство по этой крыше по этому стеклу также был вопрос по поводу стрелочного индикатора на приборке который когда у вас стрелочка не просто полосочки какие-то или синий красный значок а именно стрелочка мы проверяли все работает абсолютно также на 72 температура встает в каком-то уровне и доходя до 100 градусов когда должна уже включиться вторая скорость вентилятора он даже не дергается все также стоит это видимо запрограммировано компьютером мозгами машины и сегодня мы продолжим поднимать температуру чтобы посмотреть все таки когда автомобиль когда мозги машины среагирует на перегрев и водитель это уже на приборной панели увидит да мы читаем ваши комментарии поэтому ответ еще на один вопрос даже дополнение и причина еще одной перегрева двигателя может быть заклинивший термостат а также еще мы встречали когда заклинивает сам вентилятор он просто сгорает вы это физически не увидите его клинит после этого сгорает в блоке предохранителя его предохранитель такой зелененький с прозрачный стеклышком он сгорает и все вы также этого не заметите вентилятор просто не будет включаться двигатель будет перегреваться так что будьте внимательны спасибо за внимательность нашим подписчикам которые написали это в комментарии мы дополняем это видео я показываю точно какой предохранитель вот этот зелененький и вот он так нарисован где он тут вот 40 ампер вот он еще раз покажу вот этот вы внимательно смотрите через окошко что у вас это попереченка скажем так не была перегоревший то есть если есть у вас контакты между этой это все окей но мы продолжаем эксперименты с перегревом еще раз повторюсь это наш автомобиль не клиентский и только на нашем мы можем это себе позволить чтобы сымитировать перегрев двигателя и не положить двигатель мы сделали что мы снимаем фишку с датчика температуры и через проводку подключаемся к такому же точно тройнику и такому же точно датчику далее мы заливаем его антифризом кстати новым антифризом ну что немаловажно да все ради подписчи только все ради подписчиков да и сейчас мы будем снимать показания с компьютера и греть горелкой вот это чудо дальше газовой горелкой мы готовим супчик сразу скажу что это не стоит повторять дома никому это мы проводим чтобы понять как работают вообще это датчики когда мы увидим перегрев и в принципе все для вас можно сказать самим не стоит этого делать так для безопасности для безопасности мы на всякий случай взяли огнетушитель заправленный ждем когда нагреется соблюдается полностью техника безопасности у нас уже кипит антифриз сейчас будем смотреть температуру и так на приборке у нас примерно те же показания в принципе те же показания сейчас мы уже подключили вторую горелку и мы плавно подбираемся к тем показаниям которые у нас были в прошлый раз то есть у нас был там 110 с небольшим все ждем смотрим вот уже почти вплотную подобрались итак температура у нас пляж между 110 и 111 и наконец мы поймали шестую палочку на приборке там у нас техника безопасности на высоте и мы продолжаем греть и так у нас сто 12 половиной градусов и на приборке появилась седьмая палочка мы плавно приближаемся к перегреву и так у нас сто четырнадцать градусов появилась восьмая палка грим дальше сто четырнадцати восемь пока также восемь палочек 115 5 и 116 3 скате то есть то что нас градусов у нас и у нас появилась девятая палочка но мы все еще на три четверти от шкалы то есть у нас еще до перегрева есть запас по шкале по этой ждем итак у нас сто восемнадцать с половиной градусов и здесь у нас десятая палочка появилась мы близки мы близки к перегреву 120 градусов у нас на компьютере у нас есть палочек недостаточное количество но у нас загорелся значок перегрева вот примерно на 119 120 он загорелся здесь 120 но опять же и шкала еще не дошла до верха у нас еще по запасу две палочки но перегрев на приборке уже горит так чуть больше 120 градусов 128 и у нас загорелась десятая палочка мы подходим в принципе уже к полной шкале мы почти у финиша там антифриз уже старательно выкипает так 123 градуса у нас температура антифриза но у нас еще в запасе одна палочка есть правда уже машина перегревается показывает перегрев но по шкале есть запас еще есть греем дальше посмотрим когда этот пик когда шкала полностью заполнится и так сто двадцать четыре с половиной градуса все шкала полностью заполнилась видимо это предел для автомобиля и мы дошли наконец до финиша этого автомобиля еще раз подчеркну 125 градусов это видимые предел по шкале сейчас и максимум чему вы достигли это сто двадцать шесть градусов полная шкала индикация перегрева все работает тут у нас конечно вообще жесть происходит антифриз кипит датчик все еще в воде в антифризе так что все соблюдено все по-честному правда огнетушитель пытается убежать то по чуть-чуть и так вы увидели что приборка штатная система нам показала перегрева примерно на 120 градусов все наши дальнейшие прогревания это было чисто ради интереса когда шкала заполнится ну на 125 126 она заполнилась полностью ну и вы сами увидели что 120 но вы сами пишу это предел какой-то и теоретически если вы будете ездить на температуре став 118 градусов вы даже этого не заметите потому что машина будет думать что она не перегревается у нее все хорошо но срок службы вашего двигателя настолько упадет быстро даже не знаю как на она мелочь из дырявого кармана бурой еще раз напоминаю что в принципе рабочий режим это 90-96 это уже срабатывание вентилятора а это 120 тупо на 30 градусов больше и чем дольше вы будете ездить подогретым двигателем когда у вас температура перевалила за сотку а то и за 110 тем больше ваших денег будет уходить фонд капитального ремонта вашего же двигателя так что особо не надейтесь на приборку на электронный блок управления который вам сигнализирует о перегреве ничего они вам не будут сигнализировать купите обычную елм q и следите за реальной температуры если у вас уже температура переходит за 96 а если даже за 100 и машина при этом едет и не снижается температура то у вас какие-то есть проблемы там в термостате в радиаторе или в чем-то другом так что будьте внимательнее следите за своим автомобилем и в данном случае речь идет конкретно а кирилл и хендай соляри си это никак не относится к другим автомобилям марки типа миссу биши там volkswagen и и т.п. и т.д. именно кирилл и хендай солярис но наверное будем заканчивать спасибо подписчикам за активность ну а на этом сегодня все кому видео понравилось ставьте лайки не забывайте подписываться на канал и всем успехов и удачи на дороге